Казалось, армию можно сформировать из этих ребят на недорогих авто с наклейками «можем повторить». Случилась нужда повторить и ребята побежали на казахскую границу. Молниеносная мобилизация молниеносно заставила дрожать вертикаль власти. Выяснилось, что у пограничников ФСБ не было даже списков мобилизуемых Министерством обороны. Граница на замке межведомственного бардака. Власть еще вчера оказалась монолитной машиной. Оказалось, монолит работает, пока не трогаешь фундамент. Никаких утверждений, но масса вопросов. Откуда эти многочисленные истории о поджогах исполкомов и военкоматов? Это фейки ЦИПСО? Откуда видосы с потасовками мобилизуемых с Росгвардией? Это тоже дипфейки киевского кокаиниста? Откуда сообщения о мобилизованных 60-летних диабетиках? Тут не выдержало даже каменное сердце Маргариты Симоньян. Снежная королева армянской диаспоры переквалифицировалась в правозащитницы. С решениями разозлать повестки всем подряд, потом разберемся и устроить таким образом хаос и панику в стране, которая за неделю до этого даже не представляла себе, что можно устроить вот такой хаос и панику вот так, щелчком, на ровном месте. У российской армии две беды. Вороватый прапор, да тупой военком. И талон тупого военкома нам уже предъявили. Вопрос о том, что не призывать граждан, которые не проходили военную службу и каким образом не подготовлены, то есть здесь у нас тоже этого вопроса нет. Не призывая граждан, имеющих категорию годности, ограниченных военной службы, то есть таких ограничений тоже на данный момент нет. То есть мы работаем со всеми категориями. Военный без тени мысли на лице уверяет, что здоровье не главное. Ничто так не скрепило бы общество, как дело военкомов-вредителей. Погодите пока, к этому идет. Живем как в анекдоте. Зачем мне мозги? Я генерал. Кто не знает, погуглите. Контрпропаганда устала. Поисписались. Сравнение 1% населения с помадой и картофелинкой и талонное людоедство. Креативные агентства на господряде в очередной раз показали глубинному народу отношения. Хотелось бы сказать, что глубинный народ ответил махачкалинским бунтом. Но мы ничего не утверждаем. Все дипфейк. Не было никакого махачкалинского бунта. И никакой отец солдата не взрывал себя вместе с принесшим повестку. Самое страшное, что сигналы про помаду, которую не жаль потерять, отправляются реально в глубинный народ. И когда они дойдут до него, мало никому не покажется. Русский бунт беспощаднее, даже когда он в Дагестане. Одна картофелинка, одна мармеладка, еще один кирпич в стене. Рамзан Кадыров, предложивший отправить на фронт половину силовиков, сказал за весь глубинный народ. Российский силовик априори жирно живет. Большая зарплата, жирная пенсия, неформальное право на пытки задержанных, беспредел. Родину мать зовет. Так нелогично ли призвать тех, кто умеет убивать и пытать? Все-таки фронт очень меняет расклады. Рамзан Ахматович превратился в символ справедливости. Его призыв к справедливому призыву силовиков многим откликнулся. Ахмат! Сила! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Россия! Мощь! Ура! 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 Молниеносную мобилизацию по беспределу прекратили так же стремительно, как начали. Точнее, бездушная вертикаль открыла горячую линию и согласилась не слать на фронт слепых на один глаз стариков-диабетиков. В сети стали сеять голосовые антифейки о том, что все это учение и всех отпустят домой. Мягкотелые технократы потерялись в тылу и надели черные водолазки. Возможно, у сенежских курсантов заранее траур. Пусть скорбит ваш военком губернатор. Вы же берегите себя от потрясений. Сейчас это пожелание как никогда уместно. Это был недовольный треугольник. Ставь нам лайк на ютубе, ракету в рутубе и какашечку в тележеньке. Увидимся через неделю.